В данном случае меня пригласили выступить как президента ассоциации, которая была создана год назад. Объединение компаний, занимающихся мониторингом. В частности, первая тема, с которой мы начали стандартизацию процессов, это мистерри-шоппинг. В обычной своей жизни я руковожу компанией, которая занимается консалтингом и исследованиями в области кастом-экспириенс, созданием стандартов обслуживания клиентов, темами, связанными с этим. Поэтому презентация здесь, в данном случае, от имени ассоциации. И здесь будут представлены три исследования, которые в рамках ассоциации проведены членами ассоциации, учредителями ассоциации. Соответственно, это три компании, Рамир, Нафи, я думаю, что многие о них слышали, и Nextech Group, это, собственно, компания, в которой я работаю. Поскольку времени у нас не очень много, то я так, презентация большая, она будет всем доступна, там 50 слайдов, поэтому все 50 не будем проходить, естественно, пробежимся по самым важным темам. И, наверное, большей частью остановимся как раз на последней части, которая посвящена именно тем факторам, которые влияют на лояльность, а именно работу персонала. Поскольку эта тема сегодня звучала очень активно, она звучала в том числе на секции брендинга, что меня так вот позитивно удивило и порадовало. Но, соответственно, начнем мы с такой темы, очень важной, что вообще, что такое качество обслуживания, как оно понимается в российской среде. Если мы посмотрим, как вообще компании говорят об этом, то вот первые два определения, ну, произнести их невозможно, понять их сотруднику обычному, который на передней линии работает, еще труднее. Поэтому, собственно, мы близко к тому определению, которое дает один из экспертов, зарубежных маркетологов, который говорит, мы к нему еще чуть попозже вернемся, о том, что, в принципе, качество обслуживания, вообще обслуживание клиентов, это, по сути, некий набор активностей, который должен стимулировать рост удовлетворенности. И вот об этом сегодня мы и поговорим. Качество обслуживания – это то, что возникает на стыке вот этих неких четырех сфер бренда, продукта, потребителя и сотрудника. И, собственно говоря, что же, как бы, наш потребитель ждет и хочет видеть от качества обслуживания. Это исследование, проведенное на Аэромир. Два замера было в 2010 году, первый, в 2014, второй. Мы видим, что в целом по рынку цена по отношению к качеству обслуживания, они практически чуть поменялись местами, да, вес цены упал, уровень значимости качества сервиса вырос. Это подтверждается исследованием частности, которые мы тоже проводили, и, в принципе, результат такой. То есть наш клиент в целом по рынку, конечно, мы говорим в первую очередь о рознице, о такой реальной рознице face-to-face, но это актуально и для онлайн-сервисов, вот, потому что на сегодняшний день, если мы посмотрим некую модель кастом экспириенс, то, по сути, в общем-то, это, ну, такой же путь, который проходит клиент, и он либо удовлетворен, либо не удовлетворен, сталкивается с разными сложностями, либо тем, что его позитивно удивляет, и он становится постоянным клиентом. Вообще, в качестве обслуживания, если мы посмотрим, что клиенты понимают под этим, мы увидим, что, по сути, такие вот, ну, физические ощутимые вещи, здесь только одна такая есть, это высокое качество товара. Все остальное находится, в общем-то, в области коммуникаций. И это, опять же, хочу сказать, это как коммуникации персональные человек к человеку, так и, в том числе, коммуникации, которые находятся, ну, в области текста, да, невербальные. Что касается обслуживания в банках непосредственно, то мы видим, что, конечно же, самые важные факторы, перевешивающие это быстрота, скорость, вежливость персонала и профессионализм. Опять-таки, мы упираемся в то, что для любого клиента, в частности, в банковском сегменте, качество работы сотрудника является очень значимым. Итак, что же такого ключевого в этом определении, которое, в общем, нравится мне и моим коллегам? Здесь речь идет все-таки о том, что это удовлетворенность, которая является ощущением того, что продукт или услуга соответствует ожиданиям клиентов. И, по сути, все, что связано с лояльностью, оно как раз и работает на стыке. В тех самых ножницах, о которых говорили на брендинге, между тем, что мы обещаем, и по факту, что клиент получает. Безусловно, есть продуктовая составляющая, которую невозможно избежать, есть там категория клиента и так далее, но есть еще та среда, в которой фактически продается и сервируется тот или иной продукт или услуга. Таким образом, возникает некий опыт на стыке ожиданий, на стыке восприятия, собственно, тех бренд-коммуникаций, которые происходят, и свойств продукта. Что же мы измеряем, когда мы измеряем качество обслуживания? Безусловно, мы измеряем разные вещи, и, к сожалению, то, о чем хочу говорить в дальнейшем, не всегда это происходит так, как нужно. То есть, приходя, работая с разными клиентами, мы видим, что, в общем-то, качество обслуживания измеряется по-разному, измеряется иногда очень, ну, скажем так, несистемно, не всегда профессионально. Вот, но, по сути, это измерение, оно должно где-то соотноситься с тем, откуда происходит опыт. Соответственно, все четыре сферы в измерении качества обслуживания должны быть обязательно охвачены. Буквально сейчас мы говорим о пяти правилах, и дальше расскажу на основе исследований, почему же именно эти пять должны приниматься во внимание, когда разрабатывается вообще вся система исследований. Во-первых, ну, безусловно, что нужно говорить о том, что система показателей и инструментов должна, прежде всего, соотноситься с тем, каковы наши клиенты, каковы их ожидания, это нужно изучать. Очень часто встречается ситуация, когда все измеряют одним видом. Например, делают CSI, и на основе CSI – это Customer Satisfaction Index, и на основе Customer Satisfaction Index экстраполируют данные, собственно, на сервис в целом, что, в общем-то, невозможно, потому что невозможно этим инструментом померить конкретный контакт, который происходит здесь и сейчас между сотрудником, либо даже если он находится где-то в онлайн-системе. Поэтому, в общем-то, опираясь на это, нужно разрабатывать некий микс инструментов. Дальше. Система этих показателей очень часто между собой не пересекается. То есть, меряем МПС, меряем CSI, делаем мистерри-шопинг, делаем что-то еще, а потом клиент приходит и говорит, слушайте, все померил, ничего не понимаю, как одно с другим живет и как это все скрестить. Соответственно, на стадии разработки замера, предусловно, должна быть разработана та матрица, по которой будут сквозные вещи, которые мы можем посмотреть, потому что именно там находится решение, над чем работать. Корпоративная среда, то, о чем говорили, никакой продукта, никакая услуга, особенно в сервисной части, не живет без того, что происходит в бэк-офисе. То есть, если наша корпоративная среда, это то, о чем мы буквально говорили, не несет ключевые сообщения во внутрикорпоративной культуре, это как раз относится к системе внутрикорпоративного брендинга, то никогда на выходе наш клиент не получит ту услугу, то есть тот уровень обслуживания, о котором мы сверху нашей стратегии заявляем. Мотивация персонала, безусловно, без этого просто никуда двигаться не можем, пояснять не буду, соответственно, всем это понятно. И, безусловно, правильный выбор партнера по организации исследований, потому что здесь то, с чем мы сталкиваемся, в частности, в ассоциации, и даже проводили исследования на эту тему, очень активно, так сказать, компании уходят в выбор поставщиков по цене, соответственно, не всегда, так сказать, это заканчивается качеством, поэтому получается, что, в общем, денег потратили, результат не получили, но они фактически являются невалидными. Соответственно, здесь вот хорошо бы, как бы, в элефу мане, да, вроде бы и денег не потратить, но, тем не менее, выбрать все-таки качественного поставщика. Что касается, вот это еще одно исследование ассоциации, которое организовал на ФИ, но участвовали все члены ассоциации, значит, мы смотрели просто, какие инструменты используют чаще всего для оценки качества обслуживания, то есть, вообще, в принципе, проводят или нет компании исследования, проводят 61%, и наиболее распространенные методы оценки, а что вообще такое за клеточки на этом салоне? Слушайте, почему никто не сказал? Соответственно, наиболее распространенным методом оценки является, у меня у сильно любимый мистери-шоппинг, дальше идут телефонные опросы, но при этом хочу сразу сказать, что мистери-шоппинг – это тоже инструмент, который, в общем-то, решает очень специфическую задачу, и он не может применяться только один для измерения качества обслуживания, потому что, собственно говоря, у него есть своя специфика и свои возможности. Поэтому, опять же, вот, как бы такая ситуация, некий перекос, но, тем не менее, собственно, так, это, я думаю, не очень интересно, значит, вот, что мы смотрим, что в основном влияет при выборе компаний, собственно, что, в частности, в мистери-шоппинге, мы посмотрели мистери-шоппинг как наиболее интересный инструмент для клиентов, для компаний, которые участвовали в опросах. Соответственно, безусловно, это контроль качества, аудиозаписи, то, что вышло на первый план, цена идет на четвертом месте, и онлайн-система, ну, в общем, такие достаточно стандартные вещи. При этом репутация ушла вниз, ну, и какие-то вещи очень значимые тоже уходят вниз. Давайте мы это все пройдем мимо. Да, вот возвращаясь, здесь очень важно, как бы сказать о том, что при ориентации на стоимость дальше возникает проблема, естественно, с исследованием, о которых сами же клиенты и говорят. Эти проблемы в основном связаны как раз с качеством данных. Данные, почему на этом останавливаются, да, почему это важно, почему ассоциация, в принципе, это изучала? Потому что данные эти используются в дальнейшем для принятия решений. И, собственно, решений, которые влияют, в том числе, на стратегию, либо на какие-то действия операционные, текущие в работе с клиентами. И если мы опираемся не на то, то, по большому счету, мы, в общем-то, скорее всего, не получим результата. Теперь относительно непосредственно мистерри-шопинга, который способен влиять на изменение системы обслуживания или, скажем так, на качество работы сотрудников, и на метод мистерри-шопинга, который реально позволяет формировать клиентский опыт. Потому что мистерри-шопинг, в принципе, рассматривается в двух плоскостях. Он рассматривается как просто маркетинговое исследование, а именно единичные замеры. Там раз в полгода что-то померили, никто об этом не знает. Посмотрели температуру по палате и увидели там что-то. А есть метод, который относится к области performance improvement, так называемый. То есть метод, который позволяет сотрудников в процессе обучать, давать обратную связь, и в том числе, где-то, в каком-то смысле, даже регулировать и корректировать стандарт. Это программа, которая идет регулярно. Мы будем говорить именно об этом. Собственно, исследования, которые мы проводили, и что мы хотели посмотреть, мы хотели посмотреть, насколько это работает так, и криво, или, собственно, правильно. И основные задачи были, это провести опросы сотрудников компании, в которых применяется мистерри-шопинг, сопоставить ту методологию и дальше последствия, которые возникают после того, как исследование проведено, как ведется работа с сотрудниками, и что на выходе мы имеем. То есть, насколько эффективно, в применении, насколько эффективен тот или иной подход. Опрашивали мы фронтлайн персонал, менеджеров, топ-менеджеров, и, собственно говоря, участвовало у нас более 100 компаний, и порядка полутора тысяч человек мы опросили. То есть, это достаточно релевантная выборка. Что же мы увидели? Ну, мы приняли за, когда мы составляли опросник, собственно, мы приняли за точку отчета то, что, в принципе, клиентский опыт зависит от того, насколько сотрудник сможет, как бы, найти правильный контакт, правильную точку контакта с клиентом. Дальше. Мы приняли за основу то, на что мы уже можем опираться, мы точно знаем, что это так, что есть некоторые правила, которые должны соблюдаться для того, чтобы программа действительно была эффективной, и сотрудники меняли свое поведение. Соответственно, каждый контакт должен быть правильным, то есть он должен соответствовать той стратегии, которую компания заявила. Соответственно, персонал должен быть вовлечен, потому что здесь есть абсолютно прямая зависимость, и мы делали отдельные исследования на эту тему, которые четко говорят, что существует самая высокая степень корреляции между отношением сотрудника к своей компании и тем, какой формируется клиент на выходе. То есть он лоялен, нелоялен, удовлетворен, неудовлетворен. Есть прямая зависимость. И дальше, собственно, мы исходим из того, что сотрудники делают всегда только то, что измеряется, поощряется и признается. Больше делать они ничего не будут. Дальше, в этом же процессе еще три неких правила для менеджеров. То есть менеджер отвечает не только за то, что, как я очень часто слышу в банках, мне говорят, я делаю самые крутые продажи, поэтому 70% своего времени я, как директор конкретной точки продаж, сижу и продаю там каким-то крупным клиентам. При этом я не выхожу в зал, я не вижу, я не собираюсь этим заниматься, они работают сами, ничего знать о них не хочу. Задача менеджера в рознице всегда это формирование клиента-ориентированной среды, то есть это работа сотрудника и мета-коммуникации. Соответственно, отсюда вытекает то, что каждый сотрудник должен быть хорошо информирован о работе, получать правильную обратную связь и, в принципе, правильное подкрепление. Ну, это еще несколько пунктов, которые важны для того, чтобы вообще программа шла эффективно. То есть сотрудники, безусловно, должны быть подготовлены к программе, они должны доверять, они должны, в принципе, понимать, по каким критериям их измеряют, для чего, почему и вообще, какова их роль в процессе построения клиента-ориентированного сервиса. Что мы мерили? Уровень знания о программе, методы сбора информации, отношения к результатам, тип обратной связи, качество, мнение и чувство сотрудников. В целом. Что получили? Значит, как сейчас происходит это на нашем рынке? В среднем 80% сотрудников, они знают о том, что вообще есть мистери-шоппинг. Но мы говорим, что они знают об этом, не погружаясь ни в какие детали. При этом персонал передней линии, который непосредственно оценивается, составляет всего половину из информированных. Информированных. Информированность об условиях программы, собственно, всего лишь 45% сотрудников из тех, которые знают 50-х, соответственно, это 25 примерно, они вообще понимают критерии оценки. Дальше, среди персонала передней линии, в общем-то, информировано всего 29. Мы говорим здесь о том, что по большому счету, когда мы очень часто слышим, что мистери-шоппинг, он плохой, он неэффективный, мы ведем его 5 лет, мы, там, не знаю, не получаем никакого результата. Вот неплохо было бы смотреть на такие цифры. Потому что, помимо того, что может быть неправильный инструментарий, неправильно составлена анкета, она некорректно привязана к стандартам, не те фокусы взяты, да, к стратегии никак не привязана. Есть еще вот этот вот момент, когда люди, в принципе, не понимают, что, зачем и почему. Дальше. Из тех уже, кто информировал, собственно говоря, обратную связь получает всего 66%. Ну, 63% — это непосредственно сотрудники передней линии. И каждый пятый боится того, что его уволят. То есть мы совершенно очевидно видим, что инструмент применяется не как морковка, а как кнут. Причем вот или-или. У нас есть такие вот две крайности, очень даже по-российски. Каковы последствия, в принципе, для сотрудников? То есть вот мы видим, что, да, есть тренинги и бонусы, но среднюю вот эту вот часть занимают штрафы, аттестации, увольнения. Признание, которое является очень сильным, мотивирующим и абсолютно бесплатным инструментом, всего в 14% встречается, и в 9% вообще ничего не делается. То есть зачем ведется программа каждый месяц, непонятно, потому что просто, ну, никак с результатами никто не работает. Дальше. Каким же образом дается обратная связь, что, собственно, является частью как раз нематериальной формы мотивации, очень эффективным инструментом? 50% это негативная обратная связь. То есть сотрудникам не показывают, что вот есть хороший пример, он правильный, и он заслуживает, ну, как бы на него надо ориентироваться, да, а говорят только о плохом. Соответственно, формируют среду, в которой сотрудник абсолютно не мотивирован, раз, потому что сегодня отругали одного, еще делают это не анонимно, да, то есть негативная обратная связь должна даваться только в анонимной форме, делают это открыто, соответственно, все остальные присоединяются к тому, кого обидели, и ждут, что в следующий раз кто-то из них тоже попадет в такую ситуацию. Естественно, вследствие этого, что мы видим? Мы выходим в розницу, и в магазин, и люди обсудят.